Привет, это 21-й эпизод скринкастов Научись Rails. Сегодня мы поговорим еще об одном типе ассоциаций, который называется Has and Belongs to Many. И иногда он сокращается как Hubdm. Откроем наши классы Корзина и Товар. И подумаем, какой тип ассоциации нам подойдет для того, чтобы связать эти две модели. На первый взгляд может показаться, что поскольку в Корзине может быть неограниченное количество товаров, то нам здесь вполне подойдет ассоциация, которую мы рассматривали в предыдущем эпизоде, которая называется Has Many Belongs to. Но проблема заключается в том, что если мы будем использовать эту ассоциацию, и если мы вот здесь напишем Belongs to Cart, тогда получается, что в таблице Items в базе данных у нас должно быть поле, которое называется Cart ID. И сложится такая ситуация, что конкретный товар может находиться только в одной корзине. Но в нашем интернет-магазине у каждого пользователя есть своя собственная корзина. Соответственно, у нас в базе данных будут содержаться записи о многих разных корзинах. И может так получиться, безусловно, что один и тот же товар будет добавлен в корзины к разным пользователям. Например, если я и мой друг решим купить в интернет-магазине тот же самый телевизор. Это будет один и тот же товар. Но получается, что этот телевизор, если у нас будет отношение Has Many Belongs to, может быть добавлен только в одну корзину. И в итоге получится, что либо я, либо мой друг, кто-то из нас останется без телевизора. Поэтому такая ситуация неприемлема. Естественно, нам, видимо, понадобится здесь какой-то другой тип связи, который сможет сделать так, чтобы один и тот же товар мог бы находиться в разных корзинах у разных пользователей. И для этого нам пригодится связь, которая называется Has and Belongs to Many. И на стороне корзины в классе карт мы напишем, естественно, items. Has and Belongs to Many Items. А в классе item мы напишем Has and Belongs to Many Cards. И опять, может быть, это не совсем интуитивно понятно, потому что не совсем ясно, каким образом корзина может принадлежать товару. И точно так же не совсем понятно, как этот товар может иметь в своем распоряжении какую-то корзину. Но ассоциации в Rails, они не всегда, не всегда соответствуют реальному положению вещей в реальном мире. Просто в данном случае очевидно, что нам не подходит связь Has Many Belongs to, и нам нужно каким-то образом установить двустороннюю связь, равноправную связь между этими двумя моделями item и card. И в данном случае, естественно, вот такая связь, она больше всего нам подойдет. Но понятное дело, что вызвать внутри этих классов метод Has and Belongs to Many не решает вопрос. Это не все, что нам необходимо сделать, чтобы связь заработала. Как вы можете уже догадаться, нам понадобится обязательно миграция. Поэтому мы сейчас сгенерируем новую миграцию. И эта миграция будет называться следующим образом. И буквально через несколько секунд я объясню, почему. Миграция будет называться Create Cards Items. И причина, по которой миграция должна называться таким образом, заключается в том, что эта миграция будет создавать специальную таблицу. Дело в том, что для того, чтобы наша связь Has and Belongs to Many заработала, в нашей базе данных должна быть специальная связывающая таблица, которую еще по-английски называют Join Table. И эта Join Table должна обязательно называться определенным образом. И она должна называться по имени двух моделей, которые мы связываем. Причем в алфавитном порядке. То есть сначала идет слово Cards, во множественном числе, естественно. И затем Items. И вот когда у нас будет такая таблица в базе данных, после того, как мы прогоним эту миграцию, у нас связь наша заработает. Обязательно важно помнить, что здесь алфавитный порядок и что таблица должна называться именно по именам двух моделей, которые мы связываем ассоциацией Has and Belongs to Many. И вторая небольшая деталь, которая тоже является довольно важной, заключается в том, что мы должны указать опцию ID False при создании таблиц. Обычно во всех таблицах, которые соответствуют моделям ActiveRecord, у нас есть поле ID, в котором содержится, естественно, ID записи. И это очень важное поле для фреймворка Ruby on Rails. Но поскольку для нашей JoinTable, связывающей таблицы, не существует никакой модели ActiveRecord, соответственно, и поле ID ей тоже не нужно. Поэтому мы можем смело здесь указать ID False. Ну и затем передаем методу CreateTableBlock, в котором нам необходимо создать два поля типа Integer. Первое поле называется CartId, и второе поле будет называться, естественно, ItemId. Это два поля, которые заставят нашу связь Has and Belongs to Many заработать. Вот наша миграция готова, и теперь мы можем ее смело запускать командой RakeDbMigrate. Ну а теперь мы можем перейти в Rails-консоль и попробовать создать несколько товаров и добавить их в несколько разных корзин, посмотреть, как это работает. Запишем переменную C1 первую корзину. В переменную C2 запишем вторую корзину. Ну и создадим пару товаров. Готово. И теперь тем же самым способом, каким мы добавляли в предыдущем эпизоде ассоциации в ту или иную модель, здесь мы тоже можем, используя объект Cart, и вызвав на нем метод Items, мы можем вот таким образом, с помощью этого интересного метода, который называется двумя знаками меньше. Это, кстати говоря, просто синоним для метода push. Мы можем добавить в эту корзину первый товар, i1. Итак, товар добавлен, и мы видим, что вот у нас, если сейчас мы посмотрим на... если мы вызовем метод Cards на i1, у нас там окажется та самая корзина, в которую мы этот товар добавили. И попробуем добавить тот же самый товар, но в корзину номер 2. И теперь мы видим, что этот товар добавлен аж в две корзины. На самом деле, нужно его перезагрузить. Вот теперь мы видим, что у нас наш товар добавлен в две корзины. Причина, по которой мне пришлось вызвать метод Reload, заключается в том, что после добавления этого товара в корзину, сам объект i1 еще не знал о том, что он добавлен в корзину. И это информация, потому что эта информация, она содержится в базе данных. Естественно, нам пришлось эту информацию с базы данных загрузить в объект i1 с помощью метода Reload. И тогда он узнал, что он добавлен и в корзину 1, и в корзину 2. Ну, тут на самом деле у корзины ID-шник 2 и 3. Ну и у нас остался второй товар. Попробуем его для примера добавить в корзину с ID 3. Это корзина, которая содержится в переменной C2. Что, в общем, довольно странно. Но просто у нас до этого уже была корзина с ID 1. Запись о ней была в базе данных. Для этого мы снова вызовем на корзине метод Items и добавим туда товар номер 2. Ну и теперь мы можем посмотреть, какие товары содержатся в корзине номер 2. Так мы видим, что у нас действительно здесь есть чайник. И затем здесь есть диван. Вот таким образом работает связь has and belongs to many. А в следующем эпизоде я покажу вам, как сделать похожую связь, которая называется has many through. И мы посмотрим, как сделать так, чтобы можно было в корзину добавить информацию о том, сколько единиц товара вы хотите приобрести. Потому что сейчас, на данный момент, с помощью связи has and belongs to many, такой функционал реализовать невозможно. И в следующем эпизоде мы как раз посмотрим на то, как это сделать. На сегодня у меня все. Напоминаю, что вы можете задать вопросы по разработке Rails-приложений на сайте Hasbrains в соответствующем разделе Ruby on Rails. И также напоминаю, что на сайте Hasbrains работает магазин, где можно приобрести платные материалы по разным предметам. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!